Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги «Вождей», как я ее назвал в своем переводе, или «Судей», как она обычно называется, короткая, но очень яркая. Вот мы только что закончили читать главы про Самсона, про богатыря, который очень любит женщину, и который в конечном итоге погибает, потому что его берут в плен Филистимлини, когда он выдает свой секрет очередной любовнице. Такая скандальная, на самом деле, довольно история 17-я, еще более скандальная, потому что, ладно, Самсон со своим слабым местом, любовью к женщинам, ладно, это черта многих мужчин, на самом деле, и нередко она им идет не на пользу, но это личная черта. А 17-я глава показывает общественную атмосферу. Был на Ефремово в Нагоре один человек, имя ему Миха, неизвестно кто и что, и просто такой примерчик маленький, да? Он сказал своей матери, те 1100 шекелей серебра, которые у тебя пропали, и ты тогда еще проглянала вора, причем произнесла твои проклятия при мне, так вот они у меня, это я взял их. Ну, во-первых, замечательное начало, 1100 шекелей серебра, это 10 с небольшим килограммов, довольно много. У его матери были эти сбережения, вдруг они пропали, она прокляла вора, она не знает, кто украл, но она произносит проклятие, чтобы вору стало плохо. И только после этого, еще, кажется, даже не сразу, Миха признается, что это он вообще-то взял у своей собственной матери, да, так ничего. Его мать ответила, благословен сын мой у Господа. Так он возвратил матери 1100 шекелей серебра. Зачем брал? Хотел потратить, потом совесть заел, или скорее так, взял, а мать прокляла, говорит, пусть у вора там, я не знаю, глаза вытекут, руки отсохнут. Он решил, ой, нет, лучше верну. Ну, похоже, что скорее так, вот дравы израильского общества. А мать его сказала, да ведь я посвятила это серебро Господу, посвятила я сама, но ради тебя, чтобы сделать из него священное изображение или ту статую, так что передаю их тебе. А вообще, хэппи-энд. Оказывается, она собиралась из них сделать священное изображение или ту статую, что вообще-то закон Моисеев воспрещает. Но нужно исполнить свои религиозные культы, нужно сделать себе такого истукана, ему молиться. Так что давай, вот как раз большая все-таки сумма денег, да? Но он все же вернул серебро матери. Тогда 200 шекелей из этого количества она передала серебряных дел мастеру, который сделал из них изображение и статуи. Они находились в доме мехи. Ну, то есть два с небольшим килограммом серебра, можно вполне сделать неплохую серебряную статуэтку. И что это культовый некий объект. Так и получилось, что у Михи теперь был храм Божий. Он сделал и фото идолов одного из своих сыновей, посвятил, чтобы он был у него священником. Что, простите? Это израильтяне? Вот любой человек берет, делает себе идолов из серебра своей матери. Ну, там сложная семейная история. Делает своего сына священником и устраивает у себя дома храм. Да, вот так жили. И тут же комментарий автора. Не было в те дни царя в Израиле. Каждый делал то, что считал правильным. Вот, может быть, основной вывод книги Судей. Ее основной рефрен, мотив. Израильтяне грешат. На них нападают враги. Они молятся о защите. Господь посылает защитника. Они разбивают врагов. Все хорошо, и они опять начинают грешить. Такой хоровод, да. А тут мы видим, что и в их собственной жизни, да все, что угодно творится. Просто любые безобразия, любые нарушения всех табу, которые в законе Моисеевым, кажется, они об этом даже не догадываются. Они не то, что их нарушают сознательно. Они просто живут, как хотят. Каждый делал то, что считал правильным. И дальше. Был один юноша из Вифлеема Иудейского, будущий город царя Давида, из племени Иуды. Но сам он был левит и просто жил там. Левит — это из племени Левия, соответственно, только левиты были наследственными служителями. Он оставил Вифлеем Иудейский и стал искать, где бы ему пожить. Ну, что-то у него не сложилось в родном городке. Вот он ищет местечко. В своих странствиях он пришел на Ефремова Нагоре, к дому Михи. Миха спросил его, откуда ты идешь? Он ответил, я левит из Вифлеема Иудейского, и ищу, где бы мне пожить. А Миха сказал ему, оставайся у меня, будь не отцом и священником. Он раньше посвятил своего сына, но он чувствует, что что-то не то. Все-таки только левиты могут быть священниками. О, вот и левит прохожий. Отлично. А я стану давать тебе по 10 шекелей серебра в год, а сверх того одежду и пропитание. 10 шекелей 100 грамм не так много, но все же какие-то деньги. Тем более на готовом всем. Левит остался. Когда левит согласился поселиться у этого человека, юноша стал ему как один из сыновей. Миха посвятил левит, и юноша был у него священником. Он оставался в доме Михи, а Миха говорил, теперь я знаю, что Господь будет ко мне благоволить, ведь у меня в священниках левит. То есть у всех какие-то священники есть, но у меня это правильно. У меня канонический, как сегодня бы сказали. И видим, что это некоторая такая простота, что это вот деревенские такие нравы. Вот знаете, в 19 веке были на Руси такие попы без места. И они там шатались по ярмаркам, кто их наймет, молебе надо служить, больного поисповедовать, что-нибудь еще сделать. Ну, они настоящие священники, рукоположенные, но без места. И они вот искали себе кусок хлеба. И этот левит точно так же себя ведет. И вот не было царя в Израиле. Каждый делал то, что считал правильным. А эта история сама по себе еще не важна. Она идет как предыстория к истории, ну уж совсем дикой, которая будет рассказана в 18 главе и немножко дальше.